Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Медик Фитнес и его ведущий Крафцев Сергей. Сегодня у нас друзья Дмитрий Семусев. Дмитрий хотел узнать побольше о такой дисциплине в пауэллифтинге, как в пауэлспорт, в частности, о подъеме на бицепс. Ну, давайте поясним, какие у тебя вопросы по подъему на бицепс. Какие можно подсобные упражнения подобрать на подъем на бицепс? Как я смотрел в интернете, в основном на ютубе, где-то в каких-то группах информацию я и нашел на это упражнение. Так, замечательно. Ну что же, переходим к подъему на бицепс для дисциплины пауэлспорт. Итак, дорогие друзья, рассмотрим подъемы на бицепс молотом. Сейчас я вам покажу сначала туристический вариант обычно, который ребята используют. Они немного наклоняются вперед, покажу, и, в общем-то, поднимают молотом. Здесь будет работать больше пархиальс в таком случае. У нас же получается как? Когда мы поднимаем штангу, мы должны показать судье, что мы ее подняли. Либо с пола, либо со стоек, еще в зависимости от регламента нашей федерации, пока мы поднимаем с пола. То есть мы с пола как с пробжатой спиной, как во время стадовой тяги поднимаем штангу. Понятно, что не нужна там сутулица. Держим ее здесь, у корпуса. И в этот момент, пока судья смотрит, может быть, мы ее стабилизировать должны, так же, как во всех остальных номинациях, там же милежа и так далее, очень сильно напрягается пархиальс и лучевая связка. Соответственно, мы этот момент должны отработать. И мы его отрабатываем именно подъемами молотом. И при этом осанку мы держим прямую, не помогаем себе трапеции, не помогаем себе спиной, потому что все это может вести к тому, что вам просто этот подход не засчитают. Чистая, изолированная подъема молотом подъема такой. Давай, попробуй. Нет, это ты опять показываешь нам туризм. Выведем руки вперед. Да, верни. Теперь поднимай. Гораздо тяжелее, да? Да, конечно. Вот. То есть, это связано с тем, и мы медленно работаем. Это связано с тем, что мы отрабатываем здесь именно те группы связок и мышц, которые будут нам помогать демонстрировать судье чистый подъем. Из-за кистей и из-за забитой куклавой мышцы мы не всегда можем их ровно, четко проработать. Рекомендации по повторениям не будет конкретных в зависимости от вашего периода. Такие периоды в подъеме на бицепс у нас могут быть любые. То есть, то же самое набор скоростной силы, то же самое мы можем отрабатывать абсолютную силу. Те же самые у нас получается выносливость, период выносливости, период набора силы, выход на пик силы и, в общем-то, отдых перед соревнованием положено. Все то же самое. Ставим? Итак, второе упражнение. Это, в общем-то, мы поработаем чисто лучевую связочку. Ну, это такая ограниченная амплитуда движения может к вами использоваться. Смотри, Дим, ты берешь так же узким кулатом, как в предзахвате, и работаешь кистями. При этом у вас сохраняется амплитудское напряжение на ключевую связку. Я вот, может, поближе подойти, видно? Видно, видно. Да, здесь у вас должно болеть. И, в общем-то, у вас идет работа кистей. Покажешь нам, Дим? Вот, обращу внимание, небольшая ошибка. Он на соревнованиях так не будет поднимать. На соревнованиях его заставят показать штангу, да? Что ты держишь? Вот. Соответственно, локоть сюда. Если он в седьмую ведет, то, скорее всего, подъем не засчитает. Ну, либо сделает судья замечание. Так нельзя ее держать. Она должна быть внутри тела. Да. И, соответственно, работаем. Статическое напряжение здесь чувствуешь? Естественно. Отлично. Вот. И работаем кистями. Единственное, не надо перебирать с весом, в общем-то. Если вы еще не готовы поднимать кистями 20 кг, значит, надо ставить там 10 кг. Если вы только начинаете постигать железный спорт. Хорошо. Достаточно. Замечательно. Давай дальше. Вопросы по паузу. Ну, а по поводу техники армейского жима, мне кажется, что интересно. Да. Требенную технику, самоупражение. Да. Слышишь. Ну что, может, ты покажешь момент, который тебе непонятный? Я могу показаться, как я. Давай. А мы скорректируем как раз наши зрители, возможно, увидеть свои какие-то ошибки. Ну, а самое главное, здесь ошибка, она вот такая. То есть, смотри, когда ты подходишь к штанге, ты ее должен уже забрать, ты забираешь ее плечами. То есть, обратите внимание, у него локоть лежит несколько низко, и он ее держит, соответственно, он плечо напрягает. У него должна быть расслаблена дельта, потому что, когда он отшагнет назад, судья ждет. Ну, там, может быть, ты раскачиваешься, может быть, просто лицомка не вышел, я ее хочу. Будешь долго ждать. Вот. Смысл в чем? Смысл в том, что нужно быть готовым к продолжительной, сказать, тельческой нагрузке. Ну, в принципе, я и за то, что вы были готовы к тому, что, возможно, вам придется долго ждать. Поэтому, когда вы полноценно готовитесь к соревнованиям... Дима, видно вообще в кадре? Да. Хорошо. Вот. Когда вы готовитесь к соревнованиям, вы должны отработать эти моменты. И, соответственно, здесь, если в бицепсе вы отрабатываете именно физическую силу, силу связок, чтобы нужно было продемонстрировать какое-то время, что вы действительно держите чисто штангу и ничем себе не помогаете, то здесь природа позаботилась, может быть, техника упражнений позаботилась изначально, и мы можем, соответственно, положить штангу на дельте. Смотрите, если я ее так заберу и подниму локти, она лежит абсолютно на моей дельте, и ничто, вообще ничто не мешает мне находиться в таком положении достаточно долго. При условии, что у меня достаточно сильная поясница, я могу так простоять минут пять точно не простою. Дальше. Второй ошибкой, Дима, было то, что при поднятии штанги голову он вставил, а кисти оставил. Теперь представьте, что вы так поднимаете 90 килограмм. Ну, либо вы травмируете кисти, либо она вам упадет, возможно, даже сзади, если не успеете вывести ее вперед. Поэтому нужно обязательно, выполняя упражнение, когда ход штанги заканчивается за головой, мы напрягаем кисти и выводим их в одну линию с лучевой костью. Если это многоповторное упражнение, мы складываем руки в той же, в обратной позиции. То есть сначала до лба у нас начинают складываться локти, и после лба, когда возвращается уже на дельту, у нас руки вытягиваются опять в... В общем-то, вытянутые такие растяженные кисти. Да, руки складываются. Что они делают? Да, руки знают, что они делают вообще. Хуйню какую-то. Хочешь с ей письма так держать штангу. Да смотри, в чем прикал. Даже вот так, когда будешь снимать, например, килограмм восемь, слышишь, так не будешь пальцем выдержать? А они мне придавливают, и я, собственно говоря, так не держу. Я их не так. Но в любом случае, в общем, в любом случае, хотелось бы сказать, что у нас имеется растяжение лучевой мышцы, и когда даже восемь, сто килограмм мы держим, мы поднимаем локти вверх, некоторые растяжения мы чувствуем. В общем, если пока мы не научились держать замком таким образом наше, может быть, даже пиковый вес, когда мы работаем, мы что делаем? Мы делаем вспомогательное упражнение, еще одно подсобное, с пустым грифом. Мы поднимаем локти, чувствуем растяжение в трицепсе. Именно растягиваем трицепс. Кстати, хорошая разминка перед тем, как начать делать джинсуэр. Все. В общем, кисти после этого во время движения упрямляются. Видно движение? Держать, в принципе, относительно можно. Я видел ребят, которые держат вообще вот такие молочки. Но когда начинают движение, то есть мы сняли, смотрите, вопрос про 80 килограмм, Дима задавал, говорит, а ты же не можешь снять 80 килограмм таким образом. В принципе, я могу снять 80 килограмм таким образом. Это не за счет того, что я сильный или еще что-то. Я просто руки вверх держу, чуть-чуть могу там придерживать штангу. Вспомните фронтальный присед. Аналог абсолютно тот же самый штанга находится на дельте на плечах. Дело в килограммах. Нужно поднимать, держать просто руки вверху, постоянно. Таким образом, у вас получится, что у вас лежит штанга на дельте, практически давит в мышцу и в кость. И ни в коем случае вы не держите их предплечьем, трицепсом. В этот момент она перед началом движения, когда судья на вас смотрит, она лежит у вас на плечах. Следующий вопрос. Наверное, подсобочка тоже, на армейских какие. Вот именно, чтобы на силу. Если нас интересует силу, наверное, ну, смотри, вообще, хотелось бы сказать, что период на выносливость обязательно нужен, если ты вырабатываешь цикл в себе. Да, просто у вас не получится, если вы готовитесь к соревнованиям, сделать период на выносливость. У вас начинается подводка, так называемая, да, то есть ты уже работаешь на малое количество повторений, соответственно, как это происходит? Ты улезаешься в количество повторений, начинаешь работать с большим весом. На пик. Да, и уходишь постепенно на пик силы. Вот. Ну, я думаю, то, что периодизации мы потом можем коснуться отдельно, снять какой-то сюжет и задавать побольше вопросов на этот счет, как правильно выстраивать. И, может быть, даже для зрителей мы напишем примерную периодизацию, допустим, на пауэрспорте, если вообще будут просмотры. Дисциплина очень редкая. Вот. В общем-то, далее, по поводу подсобки. Ну, любая подсобка для пауэрспорта будет эта тренировка, в общем-то, трицепсом, потому что трицепс здесь главенствующая такая мышца, потому что именно с нее начинается движение. Поэтому, в общем-то, даже я, наверное, не вижу смысла показывать. Это от пушдаунов, троцев до грузов. Вот. Главное, это все правильно впустить в цикл микропериодизации и сосредоточиться на растяжении трицепса. То есть, идеально вы должны выйти на соревнования с максимально растянутым трицепсом, чтобы у вас получалось заряжать замок руки. Вот. У меня не идеально растянутый трицепс, поэтому, когда пустой гриф, обратите внимание, у меня руки, ну, в общем-то, пружинят, и они не сжимают сам гриф. А когда тяжелый вес, я ставлю килограмм 60, я обычно работаю с весом, когда вот прям я, у меня период, ну, такой, уже ближе я выхожу к силе, вот, то есть, повторение больше, ну, средненький такой, то, соответственно, у меня, получается, он уже прижимает. Если я выхожу 70-80 килограмм, соответственно, они вообще идеально дают, трицепс не растягивают. Ну, спина тоже играет важную роль? И по поводу спины, по поводу вопросов подсобки в спину, и в спину, и прочее, вся та же самая подсобка, которая используется в пау-лифтинге. И, конечно, гипертензия тут будет играть, ну, важнейшую роль. Гипертензия и тяга в наклоне, развитие вообще широчайшей мышцы, как таковой, потому что вы можете постоять статично и почувствовать уже загрузку широчайшей мышцы спины. Вот. И ноги относительно тоже важны. Вообще, я бы, наверное, сказал то, что пау-спорт хорошо сочетается с пау-лифтингом, и остальные правила здесь действуют и с пау-лифтингом. И нельзя, наверное, заниматься пау-спортом и не делать становые тяги, не делать приседа, не делать других базовых упражнений, не выключить жим лежа. Ну, это совсем, в общем-то, неправильно. Ну, вот. По поводу подсобки. Вы можете включить, вот, за двумя, где находится жим, наклонный скамье, можно использовать его. Но без фанатизма и все равно очень слабая подсобка, потому что у нас здесь не работает ну, не очень поясница, а очень другие мышечные группы. А вообще, не забывайте, подсобка подсобкой, но не забывайте о том, что у нас есть такая шутка у жимляков. Чтобы много жать, нужно много жать. Да и приседать, нужно много приседать. Вот. Тут то же самое. Поэтому подсобка подсобкой, выбирайте 2-3 упражнения для подсобки, а все остальное, вся остальная тренировка, часовая, у вас должна пройти ну, с разминкой, с качественной, и, собственно говоря, само непосредственно упражнение должно быть. количество подсобных упражнений определяется вашей тренированностью и, в общем-то, вашей программой. То есть, если вы выбрали там цикл более сложный для спортсменов, может быть, находящихся на фармакологической помощи, да, потребляющих аналогические стероиды, то таким образом подсобка может быть очень большой и включать в себя и 4, и 5 упражнений. Если вы выходите, что называется, на сухарях, либо у вас там какой-нибудь там только оральная какая-то поддержка, небольшая там туринабул вы едите, это недостаточно. И, соответственно, тогда нужно тренироваться как ну, спортсменам практически как на натуральном тренинге и использовать, ну, может быть, там чуть больше, если там этот туринабул, допустим, то одна какая-то подсобка, еще одно подсобное упражнение, не нужен умить из себя супермена. Даже если силовые хорошо растут. Вот. Просто сейчас это явление массовое, поэтому я сразу оговорчик о том делаю. Вот. Если, соответственно, вы находитесь чистой совсем, то надо задуматься, я бы использовал в качестве подсобки только тягу в наклоне в один день, в другой день гипертензию. Ну, добавлял бы, может быть, в отдельные дни немножечко там подтягиваю. и все это, все остальное. Становая тягу очень хорошо развивает жим, тоже можно ее вставить, но не делать на ней какой-то акцент. Ну, присед, должны быть сильные ноги, без сильных ног вы просто сломаетесь. Соответственно, я предлагаю вам в общем-то заниматься пауэрлифтингом, но отодвигать его на заднюю сторону и включать уже непосредственно два соревновательных упражнения в пауэрспорте. Это, в общем-то, жим стоя и подъем штанги на бицкс. И имейте в виду, если у вас федерация называется НИСОЮЗ пауэрлифтеров России, то вы можете, скорее всего, и будете держаться со стоя, а не с пола, не с пола, как у нас, а со стоя. Это важно вообще, это важный момент, нужно это уточнить. И, конечно же, подсобенным упражнением будет подъем штанги с пола на бицкс. То есть, вы должны отрабатывать. Если она есть с пола, нужно работать с пола. Если она со стоя, нужно работать с пола. У нас в спорте запрещено движение помощи коленями. Нужно следить обязательно, чтобы не было помощи колен. И, если вы занимаетесь с партнером, где вы занимаетесь с партнером, нужно попросить последить и не надевать никаких там брюк, чтобы этого следить. Да. Следить за таким момент, потому что многие делают ошибку, они, в общем-то, партнер вас замечают, они там штаны спортивные, не видно, чуть-чуть даже совершают движение, маленькое даже движение, судья его увидит, боковой, спереди на вас смотрит, со всех сторон на вас смотрит, пишет видео, вот увидят, и это будет, короче, все, вам все запорит, тут вообще, пунктально. Особенно у нас впереди в России, вот, зовем на фугах России, в союз по объекту. Зовите друзей, подруг, семью, детей, семья. Пускай жмут, тянут, или смотрят на огромных дядек, там будут большие кабанчики. Ну что, еще что-нибудь? Да нет, я получу много болезней фармазы, спасибо. Замечательно, тогда я прощаюсь с тобой, да пребуду с тобой вау-литинг. Ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и что там, вау-литинг фу-лево. Он самый. Субтитры сделал DimaTorzok